пишем все нормально дорогие друзья здравствуйте с вами снова я святослав реммер недавно мы говорили про про события на украине и про вот эти тревожные моменты кстати хочу вспомнить что у нас был разговор про дисциплину и порядок и внешний вид наших руководителей и людей от которых зависит и и я привел в пример наш телеведущий дмитрий киселев обратите внимание когда он выступает по воскресеньям что он всегда в галстуке всегда элегантны у него ботинки блестящие он молодец говорит всегда ровно спокойно выглядит элегантно он представляет программу представляет страну высочайший уровень молодец именно сюда кто-то если будут мне говорит там диска там пропагандистом и так далее но вопрос стоит другом не то что что он говорит а вопрос для меня важно я продюсер как он говорит и я хочу обратить внимание наших руководителей власть придержащих чтобы они тоже вы выходите к людям это очень очень важно очень важно вы должны быть всегда форме это старый стандарт классика должна быть рубашка если ты чиновник чиновника слова чин рубашка должна быть белая и галстук я подчеркну в рабочее время с восьми до пяти дальше ходи как угодно хоть в джинсах но на даче шашлыки машлыки вот но почему я к вам обращаюсь мы народ я народ житель долгопрудного житель области мы россияне мы должны видеть кому мы это наша власть кому мы дали власть кого назначили если не дай бог война из окопа если подымется какой-нибудь простой человек крикнет кур мы скажем мы еще подумаем а если руководитель глава города мы его видим что он всегда в белой рубашке форме он хорошем настроении он всегда в трезвом ясном понимании он же наш лидер я человек служил я так просто из окопа какой-нибудь вася петя вскать вскочит и у я и народ мы у нас то будет недоверие а вот если глава города я не знаю влад наш владислав юрьевич наш служил или нет ли ставь юрьевич если встанет мы пойдем я человек служил мы пойдем но внешний вид имеет большое значение громадное значение как вы нас как вы нам представляете свое видение жизни особенно я хочу подчеркнуть особенно на телевидении это океан людей вас смотрит и кстати говоря и город долгопрудный допустим по нашему долго по тв и московской области и иркутской области еще многие там россияне говорят давай мы там переедем в москву а для начала в какой нибудь уютный городок например долгопрудный поэтому обязательно белая рубашка галстук неярки это я художник продюсер финансист фондовый рынок это я могу помните адвокаты ходят с бабочками а для чиновника чин петр первый ввел табель о чинах о чинах обязательно белая рубашка есть старая добрая советская традиция основана на на традициях русских немцев там где по дням вот отец меня учил нас у меня два брата я вам вкратце скажу подскажу запомните понедельник он говорил по неделю понедельник белая рубашка обязательно это стандарт сынок если будешь начальником если не буду все равно белая рубашка у русских мой отец русских немец русский немец происхождение но из сибири там арестовали его отца моего деда по неделе русские мужички капиталисты по неделе хорошее слово понедельник по захватом всю неделю и оставляешь впечатление себе какой-то пришел на работу цельный трезвый гладкий побритый аккуратный особенно если ты чиновник вторник хорошее слово вторник вторится повторяется очень хорошее слово это значит повторяется повтори уборщицы смотрят мой батя уборщицы смотрят как ты пришел на второй день как ты придешь в этот день стали кстати старая добрая русская мудрость поговорка в этот день нельзя давать в долг нельзя терять что такое плохое делать неудачное потому что может повторяться повторяться в этот день открываю по секрету между нами лучше получать в понедельник кто-то скажет я верну тебе долг скажи ему давай во вторник потому что повторяться будет поэтому во второй день я говорю может быть синюю рубашку батя говорит нет это старая добрая советская традиция второй день тоже белая рубашка а вот третий день по-русски называется среда средина отсюда кстати улица в москве сретенка посредине сретенский монастырь сретенье по-немецки митвах средине среди на неделе миттель в германии ты едешь на на шильде городской значок по-немецки шильда написано митте центр города и вот в средине среда пополам старая традиция говорит ты мой отец говорил ты можешь ты имеешь право одеть синенькую рубашку другого цвета но ни в какую не в семечку ни в какую клетчатку кокок как у американцев просто синенькую вот покажите оператор вот это был день среда у святослава а четверг но лучше давайте мы добавляем генри хремнер хайнрих как говорят добавлял среда да ты можешь одеть синюю рубашку но лучше белую а в четверг полное право ты можешь одеть синюю рубашку или или белую чиновники я говорю про людей которые у власти должны быть белую 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 кстати говорят вспомните когда говорят они белые воротнички ля ля тополя это люди при власти а вот там а потом пошли говорят а здесь у нас синие воротнички это откуда пошло это в цехах мастер работает в синем халате поэтому город синие воротнички вот вот они могут ходить в цехах мастеровые кстати тоже пошло из германии время работы 645 вот у немцев и до до трех часов там но все бизнесмены деловые люди они должны ходить в белую рубашку но не должны но это ваш стиль как вы подаете особенно если вы при власти при власти недавно иду по улице спортивной уважаемые глава города уважаемые депутаты там есть очень узкий тротуар вот идешь я его замерил он примерно 70 сантиметров еще и столб столб стоит женщина с коляской я прохожу раз я был в белой рубашке и красный галстук и она раз неудобно а там женщина с сумками очень узко еще и снег и я раз и она на меня посмотрела говорит она увидела что в рубашке галстуки она и она говорит ну скажите же там что это такое я прижался она подумала она подумала мужик галстуки значит он там как бы хоть она и она так и сказала ну скажите же там это голос народа это без шуток она говорила такую мысль ну донесите туда ну скажите узкий тротуар кстати проверьте улица спортивная очень узы и от слова узко узы и пятый день пятница пятый день пятница все торопятся торопятся ой 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 у нас короткий день я зашел в одну частную клинику анализы у нас короткий день что это такое пятница короткий день в рабочий день и нигде это не написано кстати в законодательстве это не сами ну если это наши женщины хорошо но бизнес есть бизнес нужно работать пятница помните уборщица смотрит как вы уходите во сколько 5 часов уже никого нет я проезжаю кстати говоря наш 1 наша администрация надо поехать посмотреть смотришь уже темно уже темно смотрю 7 часов уже темно я понимаю трудовое законодательство там и так далее есть такой город в европе называется рим по-латыни рома отсюда произошла предки моя фамилия рюм и там площадь самом центре рима и там в здании там есть два окошечка где глава католической церкви люди приходят они горят они вон там сидит папа римские там работают я понимаю что это для туристов сделано но факт наши это не то что там образец но наши власти пятница пятница уходя помните говорил мой папа но это хороший знак уходя в пятницу уходя с работы помню уборщица смотрит во сколько ты ушел и в какой рубашке пятница последний день нужно быть в белой рубашке это закон если повторить вкратце то понедельник белая рубашка сто процентов второй день вторник до белая рубашка среда можно одеть синюю рубашку голубую голубого цвета по-русски не любят голубой цвет а говорят светло-синий и в четверг можно синий темно-синие только не в клеточку это уже называется фармерский стиль американский а в пятницу до белую рубашку обязательно ты завершаешь фрайды свободный день по-немецки фрайтах в немецкий свободный день тоже свободный как бы покороче вывод дорогие друзья понедельник вторник обязательно белый пятницу тоже белую мы на вас смотрим и еще вот я был там один конгресс предприниматели отдельно надо сделать обзор по нему такой рассказ и пришли предприниматели я хочу сказать в сторону предпринимателей там сказали бизнесмены руководители предприятий вы тоже вы не забывайте вы лидеры общества сообщества вы делаете какую-то продукцию услуги и так далее так далее на вас смотрит народ коллектив даже если вы просто идете по улице говорят вон пошел сидоров ты знаешь у него компания вон потому что пошел моноокеан он такой хлеб делает вкусный а вон пошла наталья ивановна она вот у нее вкусная кондитерская так вы помните что вы даже не можете не услышать а люди чтобы про вас говорили да это он да вкусные булочки очень хорошо смотри как он улыбается нигде нельзя у вас это называется социальная ответственность вы должны улыбаться быть в белой рубашке по улице спортивной идешь и там палатка овощная там сидит ашот 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 я ему за прохожу говорю бары в зез он мне в бары в зез я ему говорю горцарет вон цен он мне говорит шат лав шат лав он продает фрукты овощи он всегда в белой рубашке я ему могу сказать в экран и при встрече ашот шнура калютюн или по-русски молодец ашот спасибо так держать хай живой першит равня помоги нашим братьям украинцам вывод держите себя форме бросайте курить отдельно надо сделать передачи бросайте курить не платите деньги меня сейчас прорвет на два часа не платите деньги американцы говорят зачем курить переведите это слово вывод ходите в белой рубашке чисто аккуратно не важно по секрету скажу не важно какой день если тем более вы взяли говорить о своем имени это означает бизнес какой-то открыли чтобы про вас говорили с гордостью вот пошел василий он очень хороший у него мастерская очень хороший человек толковый ты знаешь я ему доверяю я ему доверяю вот вот кстати я приехал в одну мастерскую вышел какой-то охламон а я ему сказал слушай ты напротив церкви сто раз подумай а он взял сделал оплошность одну нехорошую конечно он не в белой рубашке какой-то засмоктанный зажеванный уставший белая рубашка тонизирует она правильная и еще важный момент я подчеркну вы может быть проглядели мы народ мы смотрим мы сканируем на передаче один парень на передаче как шмыганул надо готовиться руководитель на телевидении должен предупреждать у нас там руководитель слабый конечно слабый слабый сам ходит в жилетке весь какой-то неумытый Владислав Юрьевич наш глава города иногда я вижу молодец а иногда большая просьба проговорите со своим коллективом вы же управленцы мы вам доверили город понимаете не только один люк на дороге но и город Кульчицкий хочу отметить Игорь Иосифович хорошо выглядит молодец на телевидении ровно не надо Пьер Карден Манден там никаких марок однотонный галстук только не черный белая рубашка он сел отвечал ду 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 мне прислал два письма я им написал добродел запомните фирма есть такая там можно высказать свои и увидел там пожелание он мне ответил да есть Святославов дорогой гражданин ответ мы услышали мы исправили молодец Игорь Иосифович herzlich willkommen молодец молодец по-русски перевожу что спасибо и еще один важный момент который я хотел затронуть но стеснялся это это в условиях нынешней спецоперации в условиях вот этого напряженного момента периода большая ответственность возлагается на наше руководство города на администрацию нужно проведить совещание и нужно усилить внимание к безопасности города жителей охраны приятный в сторону руководства города приятный положительный плюсик я заметил когда шел через парк вдруг стоят два парня ну два мужика они стоят конечно хуру ну там бундусят о чем-то я подошел и говорю ребята они были похожи на охрану расскажите вы как вы кто они говорят усиление усиление это хороший знак хороший знак я говорю может вас угостить пирожками кофе чай нет это хороший знак но что касается и в дальнейшем нужно провести совещание поговорить с охранами охрана охрана любая охрана на парковках в бизнес-центрах это же люди в форме это как вот есть воины солдаты полиция резервисты а это как подрезерв человек в форме это мы народ мы возлагаем какие-то надежды это человек это охрана он должен охранять почему я вспомнил эту тему недавно к нам на территорию бизнес-центра заехал человек на машине и его охрана попыталась что-то спросить а он наорал нахамил и он попытался выехать создал такую аварийную ситуацию и я видел не буду говорить но как некоторые охранники не смогли отреагировать отрегулировать то есть у них не было репетиции как называется на импортный манер тренинг тренинг не было учений они не проходили вот выходной день я думал они проходят а это хорошие ребята деревенские да владимирская область у нас там коровка двое детей в сарай два поросенка его поставили и он думал что нужно только шлагбаум открыть закрыть а спросить строго инструкция инструкция должна быть не мелким почерком а крупным почерком здесь же на столе три-четыре пункта первый в случае спорных вопросов вызовет срочно подмогу руководителя пункт номер два проверь документы пункт номер три если ничего не понял посмотри пункт номер один то есть она действительно должна быть очень простая я был в одном учреждении подошел сзади очередь я говорю мне нужно там тыры-пыры такой вопрос она говорит подождите одну секунду и стала медленно читать первое прям пальчиком первое второе третье так подождите набрала все то есть мне понравилось что женщина там очень к этому отнеслась спокойно люди стоят ждут к сожалению я спросил так аккуратно у охранников я говорю а как же вы же там проходите тренинги ребята как же может быть вам там коньячок как в этом как вы там вообще да нет все хорошо но мы нигде не ходили нигде не тренировались мне ничего никто не говорил и вообще я смотрю когда мне побыстрее домой они из провинции это мягкие это хорошие люди понимаете как материал человеки хорошие ну он сидит дома у него там коровка поросенок в сарайчике семья и жена его отправляет собирает Коля Вася знаешь ты едешь в Москву ты там ни с кем не спорь ну их этих москвичей они сумасшедшие они придурковатые тебе главное две недельки там побыть и и назад а здесь тепло домашний уют я тебя здесь накормлю а сколько вы получаете мы там они получают неплохо хорошие деньги за две недели и он приехал действительно переспал отдохнул животик у него на одной парковке я замечал там поставили женщину на парковку раньше ворота откроет закрыли открыли закрыли а сейчас она открыла а в будке где она сделала домашнее хозяйство там борщи я зайти а мне я стесняюсь то есть у нас такое расслабон вот есть хорошее слово две буквы с расслабон расслабон охрана не подготовлены если вы берете это хорошо что из владимирской области или из тульской неважно это хорошо что русские мужички он крепкий но он не знает как спросить документы а это на него как гаркнул кто кто обрысь отсюда там мужик сидит и он выехал по итогу как говорят документы не проверили кто он такой а самое главное вдумайтесь в условиях нынешней обстановки он заехал на территорию что у него там было в машине а самое главное он вернулся ну представить да он вернулся и кому-то доложил да я заехал есть такой город наукоград рядом МФТИ вы что шутите что ли кстати наш физтех а вы читали что в Харькове там физтех это же не просто институт я обращаюсь к тем кто понимает а он заехал вроде бы ошибся потом вернулся и докладывает а ему говорят на тебе 500 долларов все поняли что охрана спит он заехал главное заехал заехал и второе его не проверили его документы не проверили кто это был что за гражданин вывод дорогие друзья обстановка непростая пожалуйста проведите тренинги с охраной даже самые простые проведите с ними лекции проведите репетиции выходной день бизнес-центр пустой где только возможно предельное внимание сейчас сегодня у нас не спокойная обстановка уберите вот этот вот извините за жаргон расслабон расслабон 22 июня бамах бамах вспомните историю у нас был такой руководитель страны сталин ему говорили говорили перебежчики немец рихард зорги докладывал точное время потом эти офицеры перебежали дорогу немецкие коммунисты немецкие товарищи солдат перебежал говорит через два часа нет 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 все будет хорошо мы подписали договор вывод на простом уровне надо поговорить с полицией у нас оказывается очень мало в полиции людей то я поговорил с одним он говорит мало мы не хватаем нам надо создать к руководству города обращаюсь нам надо создать милицию подключить спонсоров такой как как отряд как когда-то были помните ДНДшники просто сшить им форму дать им права что это городская милиция административная татата татата в случае юридических вопросов они вызывают работника полиции допустим идет таких типа спецназ только не черную какую-то такую синюю форму и один с ними полицейский представитель полиции они вечером ходят проверяют просто по общественным местам чтобы они отслеживали и кстати говоря к вопросу об охране надо говорить правильно об охране сейчас некоторые слышишь прям уши заворачиваются говорят по радио по телевидению мы будем говорить о экономике надо говорить об экономике об охране кстати говоря об охране форму сделайте им форму форма начинается с головного убора об этом говорил фридман и все все деловые люди об этом говорят об этом говорит реммер вот смотрите одни говорят да это дорого стоит вот смотрите образец я нашел сделал эту фабрику пожалуйста обращайтесь вот смотрите хопа ну здесь логотип допустим вашей фирмы ну бизнес-центр и так далее вот смотрите образец пожалуйста во головной убор для охраны и дальше всю как полагается форма потому что головной с головы если он ходит без головы то кстати у военных так и называется без головы без головы а мой вам совет позвоните реммеру человек толковый грамотный умный служивый два года в советской армии я служил один мне говорит где ты делаешь такую нашивку это в лондоне да а другой уловил говорит это в цуме я знаю да в цуме но позвоните мне я знаю какая-то качественная фирма там работают красивые женщины ирина такая замечательная наши женщины стоит это недорого головной убор должен быть без головного убора нет конструкции незавершенные вспомните как ходят военные идет когда после дежурства или милиционер после дежурства он снимает фуражку идет вот так в руке заходит в магазин да 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 как только надевает я кстати сказал одному директору я говорю вам нужно эту форму сделать такую он говорит святослав генрихович она на вас идет а у нас такой охранник она на него я говорю Володя я сделаю на заказ не переживайте это будет прямо индивидуальный пошив мы сделаем и спонсоры подключатся и сделают с удовольствием французские полицейские вот у них такая наши зачем французские наши подводники ходят элегантно форма а если подходит парень ветер разносит его прическу и он не в форме а в бушлате здравствуйте а что куда то конечно иди отсюда а начали мы разговор с руководства рубашка галстук порядок орнук чистота должна быть конечно туалеты сделать просторные я зашел в администрацию очень тесный очень скромный туалет еще с 2001 года даже не знаю как там ходят наши наши люди вывод дорогие друзья сейчас сложные времена пожалуйста призываю власти взяться провести совещание навести порядок во всех во всех отношениях усилить охрану обращаясь к руководствам Владимир Александрович Владимир Юрьевич фамилии не буду называть они все знают Владислав Юрьевич и наш Андрей Юрьевич он все держится под контролем но надо усилить нужно провести совещание навести дисциплину с большим уважением Святослав Ремер ориенчанку ориенчанку ориенчанку